Приветствую всех фанатов вселенной Вархаммера, а также больших ценителей коллекционных карточных игр. Сегодня мы с вами посмотрим реплей, в котором я играю за Лукрецию, а в качестве командира у оппонента выбран Кондрад Кёрс, примарх Повелителей Ночи. Неприятный для нас командир, в каком плане в том, что очень просто, быстро ремовует наших существ. А я тестирую квестовую тактику Солярный Образец сейчас в Хорус Херисе Лиджинс, но как соберется какой-то более-менее адекватный билд, запишу полноценное видео. Вообще данный ролик забавен, потому что и у Кондрада Кёрса будут его коготки с кровожадностью, ну и в конце Лукреция тоже их заполучит. Это такой своеобразный реверанс в сторону Хорна Четверга, который у нас проходит что в группе ВКонтакте, что в Телеграм-канале, где мы просто постим какие-то фотографии с миньками, имеющими отношение либо к Пожирателям Миров или Демонам Хорна, или в Вархаммер 40 тысяч, или в Ересе Хоруса, ну или к Клинкам Хорна из Age of Sigmar. Вот такими странностями мы иногда занимаемся, более фанимся. Давайте перейдем, в общем-то, уже непосредственно к партии. Это все лирика у нас была такая. Вводная часть. Да, тестирую сейчас квестовую тактику Солярный Образец. Своеобразная она. Пробовал ее и в качестве командира, где у нас использовался Огр, но на Лукреции как-то поинтереснее получается. Она побыстрее разгоняется. И, в общем-то, квестовую тактику можно разыграть хотя бы в середине партии, а уже там не в конце. А тем не менее, ситуация на поле боя неприятная. Четвертая единица энергия. У нас уже 16 единиц здоровья, что достаточно фатально. Плюс, опять же, повторюсь, Керс за счет своих существ очень просто и быстро ремовывает наших солдат. Что, согласитесь, неприятно. Ибо квестовая тактика как раз разыгрывается в зависимости от того, есть ли у нас существа на поле боя. Тем временем, пятая единица энергии у нас уже 14 единиц здоровья. Очень неприятно. Ну что, выставляю Кайзу Лейна. Вилитария, кстати, обалденная карта. Очень нравится, поскольку позволяет ремовывать вот таких вот неприятных существ оппонента. Передаем ход. Ну, у него есть Орден Летописцев, что неприятно. Но вот тут он, мне кажется, поспешил, накидывает настрама на наших существ. Ну, такой особо-то атаковать мне некем. Только я могу пострелять обилкой. Здесь обилка хорошо заходит. Выставляю 45-е отделение. Использую Арвус. Конечно, на пополнение энергии. И вот тут выставляюсь. Чтобы у нас было побольше существ на поле боя. И хоть как-то у нас продвигалась вперед наша квестовая тактика. Здесь, как вы видите, он выставляет жнеца. Кидает на него удар с фланга. И спокойненько ремовывает наше существо. Неприятно. Неприятно. У нас тем временем 12 единиц здоровья. И ситуация плачевная. Плачевная. Еще и попадает. Не туда, куда мы хотели. Но здесь есть полет совершенства. Ну, в крайнем случае, бы накинули на него стан. Но все-таки лучше подровать полет совершенства. Заюзать его. Ремувнуть. Да еще и дровнуть карту. За эффект совершенства. Тут вот, конечно, я пожадничал. Но ладно. Юзает бич предвидение. Сейчас будет дроваться. Как вы видите. Ни одну из тактик он не потянул. Но выставил вот такой неприятный танчик. Все-таки решил добить прапорщика. Чтобы... Ну, а с другой стороны, я и так его ремувну. Приходит примус ауксили. Здесь у нас есть лазвинтовочная секция. Берем дров. Может быть и тактику какую-нибудь вытащу и похилюсь. Ну и выставляем примуса. Правда, не подчинять, а стрелять по командиру оппонента. Как вы помните, что сижу никого не трогаю. Примус подчиняю. Из хорошего классического произведения русской литературы. Так, здесь у нас отлетает в сторону Вилитарий. А вот тут спорный момент, конечно. Но у него 5 единиц энергии. Все-таки решил выставить коготь разведки. И присягнувших. Рано, конечно, он заюзал на Страма. Но думает, ладно. Может быть, рассчитывал на то, что у него есть же еще одна копия этой карты. Ну а Тщедрот, Тщедрот сыграл. Здесь юзаем стратегический запас. У нас Кацухира и передовая секция. Отлично. Выставляем, естественно, Кацухира. Выставляем передовую секцию для максимального пробафа. Стреляем Вилитарием. К сожалению, не попадаем. Выделение от Хрэк. И приходится размениваться таким образом. 8 единиц здоровья. Очень опасная ситуация, конечно. Но тут, видимо, не пришел ему Ворон. Он прыгает в безумие. Тем временем 20 единиц здоровья и без ответочка. Понятно. Но у нас уже разыгралась наша квестовая тактика. Отлично. Теперь у нас будет хотя бы какое-никакое прикрытие. И оно, как вы видите, очень хорошее. Здесь тянем минометный удар. Ремовываем через обилку Вилитария карту противника. Кидаем миномет. И выставляем, да, примус. Чтобы максимизировать урон. А внесет урон, он сейчас очень и очень неплохо. Бафаем. На тот случай, если он вдруг не вытащит когти. Ну, плюс отхил, да и уже 6-3. Такой, смотрите, суровый товарищ. Суровый. Ничего не скажешь. Квестовая тактика возвращается нам в руку. Лорд Маршалл, как пафосно звучит. Дровывает карты в надежде получить когти. И да, получает пощаду и прощение. Везет. Ну, честно говоря, его в этой ситуации не особо спасает, но напряжение кое-какое все-таки есть. Здесь у нас есть еще один прапорщик Тудон. Тем не менее, юзаем. Оп. Отлично. Как раз тянем когти. Кидаем их на Лукрецию, чтобы все было совсем уж пафосно и красиво. И можем два раза похилить, например, вот этот вот Танчик. Или вот этого товарища. Передаем ход и за обилку примусов сносим Конорда Керза. Кому интересно, деклист сброшу в группу ВКонтакте и в Телеграм-канал. А на сегодня все. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Всем пока. До новых встреч. И, конечно, традиционный Гидро. Доминатус. Доминатус.